И вот, помахивая хвостом, лев выбегает на арену. Вы знаете, друзья мои, добрый вечер. Я очень смущена столь торжественными речами. Я человек сугубо не торжественный. Это знают очень многие. И надо сказать, что встречи со своими читателями я тоже провожу не торжественно, а очень как-то, ну, по-дружески. Я очень надеюсь вас сегодня и повеселить, и как-то тронуть. Вообще, вы знаете, я вот уже второй день езжу по вашим удивительным местам. А нас возили вчера, нас возили сегодня. Мы смотрели озера, мы взбирались на какие-то горы. Оттуда открывался потрясающий вид. Или даже изумительный лось, который, в отличие от других городов, так гордо стоит на пьедестале вместо известных фигур. Мне напомнил прекрасное стихотворение поэтессы Ренаты Мухи. Если вы знаете это имя, это замечательная поэтесса, к сожалению, умершая. У нее есть такое очень диростишее, это его двустишее. «Но дела, подумалось, не хотелось, а пришлось». Ну, ради бог, так не гордите на каждое, иначе мы никогда не расстанемся. Вы знаете, я вообще очень тронута как бы здешним приемом. Я вообще, вот как это заметно, когда чем дальше от столиц, тем важнее встреча, тем неформальнее отношения, тем более открытые лица, тем более свободное какое-то выражение. Чувствия. Это очень приятно. Но, кроме всего прочего, меня ждал здесь такой неожиданный сюрприз. Вы знаете, вот мы приехали в Мурманск, и мы едем по разным улицам, нас везут в порт. И я смотрю, везде рябины. Я говорю, у вас что? Да, у нас рябиновый город. Приехали в Мончегорск, полно рябин. Сейчас заходим в здание этого гостеприимного дома, в вазах стоят рябины. А первая книга моего нового романа-трилогии называется «Рябиновый клин». И вот я попала прямо вот в такое торжество, рябиновое торжество. Добрый вечер, мои дорогие. Очень рада встретить вас сегодня в этом зале. Вы знаете, я очень много разъезжаю, я очень много выступаю по очень многим странам. И, конечно, у меня накопились самые разные случаи, происшествия, приключения, диалоги. Я обожаю разговаривать с людьми, особенно с таксистами, поскольку все свои сведения о жизни черпаю у таксистов. Мне кажется, они самые осведомленные люди. Они, так сказать, понимают все и все знают. Вот я помню, как относительно недавно, после невероятной поездки в Венецию, а мы с мужем оказались там на венецианском карнавале, и я записывала очень много, и уже знала, что напишу новеллу о венецианском карнавале, о снеге в Венеции. Я потом написала эту новеллу, она, между прочим, так и называется, «Снег в Венеции». После этого я приехала в Россию, в Москву для работы по презентации новой книги. И меня встречает, обычно меня встречает издательский водитель, а тут они, видно, как-то не разошлись. С водителями прислали таксиста. И он стоит с дощечкой Дина Рубина, встречает меня. Я к нему кинулась сразу, говорю, «Я, я, я!» Он говорит, идемте. Ну, посадил меня, а я переполнена впечатлениями о Венеции, о венецианском карнавале, и у меня уже целые куски текста готовы. Ну, и мы попали, конечно, в страшную московскую пробку. Три часа, и меня разбирает, и я, естественно, как любой писатель, использую каждого встречного, чтобы обкатать куски текста. И я ему стала рассказывать о том, как хлещет вино из фонтанов на площади Сан-Марко, розовое вино провинции Венето, как подставляют под него шляпы, ботфорты, дамские туфельки и пьют из них вино о том, как идут дожи на параде под своими штандартами золота, пурпур, серебряные штандарты. Ну, в общем, я поработала. Он, надо сказать, ввел машину, ну, мы в пробках ехали, время от времени так на меня диковато посматривая. Наконец подъехали к отелю, он вынул мой чемодан из багажника и говорит, «Вы, значит, где живете-то?» Я говорю, «В Израиле». «А? Давно вы там живете-то?» Я говорю, «Да, наверное, уж скоро лет 30». «А знаете, неплохой у вас русский язык». Тут я поняла, вот это действительно критик, вот это действительно цените. Так я к тому, что в своей жизни я выступала очень много и начала выступать очень рано, поскольку в девятом классе по невероятной наглости послала в журнал «Юность» один из своих рассказиков, и его напечатали. Я, возможно, потом почитаю, как раз, вот я всегда на новой аудитории читаю этот рассказ про то, как я выступала в разных местах. Вот. Но я, с одной стороны, стала очень знаменитой, потому что, как вы понимаете, 3 миллиона, популярный журнал, может быть, кто-то из вас помнит, я всегда себя считаю самой старшей в аудитории, но, может быть, вы тоже получали и читали этот журнал, 3 миллиона тираж, когда я даю интервью какой-нибудь западной радиостанции или телестанции. Они всегда переспрашивают меня, 3 тысячи вы имеете в виду? И я говорю, 3 миллиона. Вот. Понятно, что журнал распространялся по всем библиотекам всех кораблей Черноморского, Северного и Тихоокеанского флота. Понятно, что он распространялся по библиотекам всех тюрем и колоний. В общем, я стала получать письма. Я стала получать письма от моряков и уголовников, и, конечно, я себя чувствовала просто на пике популярности. Это была настоящая слава. В общем-то, недостаток этой ситуации был только в том, что папа должен меня был провожать до школы, потому что примерно раз в неделю какая-то темная личность стояла с засохшими цветочками на углу школы и ждала меня притая личность. В общем, это была страшная популярность. И тут наш сосед, Ленька Вайтруб, сказал мне, а что тебе не выступать? Ты же знаменитая, тебе надо выступать по линии бюро пропаганды писателей. Я говорю, да я не знаю, как-то, а Ленька наш Вайтруб, он был немножко фокусник, немножко экстрасенс, немножко иллюзионист, и выступал он от Ташкентской филармонии на узбекскую провинцию. Это было так, значит, он звонил, договаривался с Самаркандом, приходил оттуда телеграмма. «Приглашается Вайтруб, гастроли в Самарканде, гарантируем доставку оба конца». Или договаривался с Ургенчием, такой город. «Приглашается Вайтруб, гастроли в Ургенчи, гарантируем доставку оба конца». Однажды договорился с Антижаном. Пришла телеграмма. «Приглашается Ваш труп, гастроли в Антижане, гарантируем доставку оба конца». Так вот, Ленька сказал, «Слушай, давай я поговорю там с бабами в этом самом, ну, в обществе книголюбов, и все-таки ты будешь что-то зарабатывать, потому что это 8 рублей минус рубль 20 под охотный налог». И действительно, меня вызвали, я пришла, мне было 16 лет, у меня были джинсы на моей тощей заднице, трудно поверить сейчас. И я была в невероятной наглости человек в то время. Они меня смирили взглядом, две очень суровые тетеньки, и сказали, «А ты, вы, ты что умеешь?» Я сказала, «Все». «Стихи умеешь читать?» Я сказала, «Конечно, я читаю стихи Велимира Хлебникова». Они сказали, «О, у нас недостача в седьмых классах школы». Можете вообразить, 8 рублей минус рубль 20 под охотный налог выгодно было взять сразу три школы. Поэтому я с автобуса на трамвай, с трамвая на метро, я искренне верила, что Велимир Хлебников – это та самая поэзия, которая необходима в седьмых классах школы. Ну, в общем, я всегда старалась успеть, но однажды я опоздала, я подходила к воротам школы, бежала, чтобы успеть. Ну, а навстречу мне уже ввалила прыщавая толпа с радостными воплями, «Ура, актерка сдохла». В общем, с тех пор я абсолютно никогда не читала Велимира Хлебникова, но, тем не менее, продолжала выступать. И продолжала я выступать не только по ПТУ, не только по школьникам, но и в местах не столь отдаленных. Хотела почитать вам свой рассказ как раз про это, если вы не возражаете. Концерт по путевке общества книголюбов. В юности меня пригрела слава. Началось с того, что, учась в девятом классе музыкальной школы при консерватории, я послала в популярный московский журнал один из многих своих рассказов, который строчила подпольно, кажется, с ясельного возраста. Мною двигала могучая и наивная провинциальная наглость. В рассказике довольно смешно фигурировали некоторые наши учителя под своими почти именами и со своими физиономиями, воссозданными мною с антропологической точностью. Но самым смешным было то, что рассказ напечатали. Общественность содрогнулась. Из шестнадцатилетней балбески, хронически не успевающей по точным дисциплинам, я разом превратилась в облеченного пером обличителя нравов. Я послала второй рассказ, его напечатали. Послала третий. Напечатали, а выпороть и усадить меня за алгебру был абсолютно некому, так как на родителей вид моей шкодливой физиономии на страницах центральной печати действовал парализующе. С первого курса консерватории начался довольно тяжелый период в моей жизни. На меня наложила тяжкую лапу одна гангстерская организация под скромным названием «Общество книголюбов». Там решили выполнить на моей лучезарной юности много лет горящий план по ПТУ. Меня бросили в пасть юного читателя, который, если что, и читает с интересом, так только трехэтажный стих на стенах подъезда. Но я искренне верила, что призвано сеять в этих сквернословящих цветах жизни разумная, добрая, вечная. Но когда? На очередной встрече с учащимися очередного ПТУ мне посоветовали из зала кончать трепаться, а лучше прошвырнуться вместе на сквер, выпить пивка? Я прозрела. Я поняла, что моя общегородская известность грозит перерасти во всенародную славу и решила немедленно прекратить эти безобразия. Полгода я не отвечала на телефонные звонки и вообще всячески бегала от книголюбов. Но однажды осенью меня застукали по телефону. Кротко и очень вежливо попросили выступить перед молодой аудиторией. Я осветлилась, не ПТУ ли это? Нет-нет, не ПТУ. А кто это? Молодая, пытливая аудитория. А где это? Спросила я. И опять как-то подозрительно, суетливо меня уверили. Нет, недалеко и машина будет. Гарантируем доставку в оба конца. В назначенный час я слонялась у подъезда общества книголюбов, ожидая обещанный транспорт. В сумке, перекинутой за спину, лежал мой творческий багаж. Три столичных журнала с моими рассказами. Мне было 18 лет. В активе я имела новые джинсы, ослепительной силы глупость и твердое убеждение, что я писатель. Пассив тоже имелся, но незначительный. Несколько задолженностей по музыкальным дисциплинам и любовь за прошлый семестр. За рулем сидел молодой человек в форме, из чего я поняла, что выступать придется в воинской части. А транспорт, вот транспорт меня насторожил, эдакий крытый фургончик для перевозки небольшой компании. Вполне обычный рафик, если не считать одной странноватой детали. Окошки рафика были довольно крепко зарешочены. Из-за молодого человека в военной форме я решила, что выступать придется в воинской части. Молодой человек приоткрыл дверцу, крикнул почтительно, «Товарищ писатель!» Я подтвердила со сдержанным достоинством. Седайте в воронок, товарищ писатель. И мы поехали. Когда в зарешетчином окошке ханское величие мраморных дворцов Ташкента сменилось глинопитным пригородом, я поняла, что воинская часть находится далековато. Когда кончился пригород и по обе стороны дороги разбежались хлопковые поля, я поняла, что это очень далеко. А мы все ехали, 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 часа через полтора. Машина остановилась перед высокими железными воротами, крашенными той особой темно-зеленой краской, какой у нас красили обычно коридоры больниц, тюрем и городских нарсудов для поднятия настроения. Молодой человек в форме провел меня через проходную, тоже несколько смутившую обилье обрешетчатых дверей. И мы пошли кривыми, унылыми коридорами, пока не уперлись в дверь с табличкой «Начальник колонии». Я привалилась спиною к темно-зеленой стене и лопатками ощутила извечный холод казенного дома. А мы это куда приехали? Спросила я моего конвоира. Как куда? Воспитать на трудовую колонию. Нам писателя давно обещали. И открыл дверь. Комната была уставлена столами. Столы завалены штабелями папок личное дело номер. За одним из таких столов, между двумя башнями из красных и синих папок, глянцево блестело озерцо лысины. Доставил! Павел Семенович! «Начальник колонии» поднял голову, обнаружив суровый нос, чем-то напоминающий приклад винтовки, и два маленьких, близко поставленных веселых глаза. Этими глазами он несколько секунд оторопел и меня разглядывал. «Терещенко!» «Ты кого привез?» Терещенко испуганно вытащил путевку общества книголюбов и прочел пр... пр... пру... прозаика? «Терещенко!» «Я ж писателя заказывал!» Тут моя душа очнулась и затрепетала всеми фибрами авторского самолюбия. «Так я ж как раз и есть писатель!» воскликнул я. «Прозаик — это кто пишет длинными строчками и не в рифму. Вот вы зря беспокоитесь. Я выхватила журналы и соки. Вот, пожалуйста, можете убедиться. Начальник колонии надел очки и довольно долго изучал страницу журнала, время от времени поднимая от моей фотографии сверяющий милицейский взор. Потом грякнул, вышел из-за стола, одернул форменный китель и подал мне твердую ладонь ребром, тоже похожую на приклад винтовки. Да, как-то прикидывающе обмеряя взглядом всю меня с моими джинсами, сумкой, журналами протянула. Значит, вот же я скажу. Народ у нас молодой, искусство любить. Любить искусство! Повторил он и замолчал, но вдруг встрепенуться и горячо продолжил. Здесь что главное? Главное, ни хрена не бойся. Это как с хищниками. Нет куража? Хана делаю веники. А я тебе милиционера дам и двух воспитателей. Сам тоже пойду для авторитету. Вот. Вы на какие темы лекции проводите? На морально-этические. Пробормотала я, чувствуя слабость в коленах. О, то, что нужно! Нам очень нужен высокий идейный уровень. Терещенко! Пригласи Киселева с Абдулаевым. Терещенко вышел, а начальник мне сказал «Мой совет!» «Шпарь, не останавливаясь, пауз не делай, чтобы они не опомнились!» Ну, с Болом. Он пропустил меня в дверях и повел по коридорам. У выхода к нам присоединились Терещенко и еще двое в форме. Пока я шла под конвоем по огромному двору колонии, начальник, не без гордости, простирая руку то вправо, то влево, бодро говорила «Там вон ремонтный цех!» «Ребята вкалывают, стараются!» «За ударный труд, досрочная воля!» Или что-то в этом роде. Я шла как в дурном сне. По пути нам успели встретиться двое колонистов к моему неприятному изумлению не в наручниках и без вооруженного конвоя. Шли просто так! Сами по себе, проходя мимо, зыркнули на меня одинаково набычными глазами из-под бритых лбов. «А конвою-то у меня маловато!» «Подумала я!» Подошли к большому деревянному бараку, вероятно, здешнему очагу культуры. Внутри гудело. «О, народу загнали! Молодцы!» Заметил начальник. «Это наш актовый зал!» Несмотря на состояние сильнейшей анестезии, я отметила, что их актовый зал похож на вагон-теплушку времен войны. Длинный, дощатый, битком набитый серо-черными ватниками. Лица же над ватниками. Лиц не было. Я их не видела. Страх и отвращение слепили глаза. Были серые, тусклые, бритоголовые рожи без возраста. Все это гудящее месиво удерживали несколько воспитателей, снующих вдоль рядов. Начальник колонии помог мне взойти на сколоченную из досок сцену с разбитым фортепиано, скалившимся открытой клавиатурой. Язычно крикнул в зал, значит, так, сейчас здесь выступить пру, прозаик, так, чтобы было ша. ватники скотчиками бритых голов озверело затопали, засвистели и нецензурно восхищенно заорали. Очевидно, здесь это считалось аплодисментами. Потом наступило тишиной, это можно было назвать только в сравнении с ядерным взрывом. Но к данной минуте мое авторское самолюбие давно уже валялось в глубоком обмороке, и единственное, чего мне хотелось, жалобно и страстно, чтобы на зарешоченном рафике меня вывезли отсюда поскорее куда-нибудь. зыбким голосом, не поднимая глаз от страницы, я бормотала текст своего рассказа. Прошла минута, две, справа кто-то из ватников стал демонстративно-мученический кать, слева наоборот также натужно кашлять. Вдруг из задних ренов сказали громко и лениво, но хватит уже, пусть поет. Я запнулась и выронила журнал. Ужас мягко стукнул меня в затылок и холодными струйками побежал по спине, тем более, что я вспомнила про совет начальника не делать пауз. Я попятилась по сцене, наткнулась на фортепиано и, не удержав равновесие, с размаху села на открытую клавиатуру. Ватники взревели от восторга. Барак сотрясался. Эй, кадра, орали мне, сыграй еще этим самым. ватник, но дикий аккорд, неожиданно извлеченный далеко не самой талантливой частью моего тела, как это ни странно, вдруг привел меня в чувство. Я увидела путь к спасению. Решительно плюхнувшись на толченогий стул, я ударила кулаками по басовому верхнему регистрам и ватники вдруг заткнулись. Я спою! Выкрикнула я в отчаянии. Я спою вам перво-ча я взял ноль восемь, взял халвы. Если будет шар, взяла три дребезжащих аккорда и запела им далече. У меня тряслись руки и перехватывало горло, но я допела песню до конца и, не прерываясь, перешла на следующую, на облака. Облака плывут, облака, в милый край плывут в Колыму и не нужен им адвокат. И амнистия ни к чему пела я в гробовой тишине и постепенно дрожь в руках унималась и мой небольшой голос звучал свободней. Я подковой вмерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я двадцать лет протрубил по тем лагерям. на пятой песне один из ватников на цыпочках принес стакан с водой и бесшумно поставил передо мной на крышку инструмента. Я пела и пела, не останавливаясь, не объявляя названия песен, я длилась, как долгоиграющая пластинка, вернее, как одна непрерывная кассета, потому что пластинок Александра Галича тогда у нас не существовало. Когда в горле совершенно пересохло, я потянулась за стаканом воды и бросила взгляд на ватники в зале. и вдруг увидела лица и увидела глаза множество человеческих глаз, напряженных, угрюмых, страдающих, страстных. Это были мои сверстники, больше мое поколение, малая его часть, отсеченная законом от общества и новой неожиданной электрической силы стыд пронзил меня. Это были люди судьбой, пусть покалеченной, проклятой и преступной, но судьбой. Я же обладала новыми джинсами и тремя рассказами в столичных журналах. Глотнув холодной воды, я поставила стакан на крышку инструмента и сказала, а сейчас буду петь вам Высоцкого. Они не шелохнулись. Я запела охоту на волков, потом продобиты мне баньку, потом дом на семи ветрах. Сколько я пела? Час? Три? Не помню. Вспоминаю только звенящую легкость в области души, словно я отдала им все, чем в ту пор она была полна, и когда поняла, что больше ничего не сыграю, я поклонилась им и сказала, все, теперь все. Они хлопали мне стоя, потом все шли за мной по двору колонии и все хлопали вслед. Начальник радостно тряс мою руку и повторял, шо ж ты сразу не сказала, шо можешь, а то, как мокрая курица с журнальчиком. На обороте путевки общества книголюбов, где положено писать отзыв о выступлении, он написал твердым почерком, концерт прошел на высоком идейном уровне отлично поет товарищ Козаев. Побольше бы нам таких писателей. Спасибо. Поменять руку. Знаете, бывают художники так говорят, надо поменять руку. Например, большую какую-то картину написал, это я вам говорю, как дочь художника и жена художника. Написал большую картину и потом сидит по черпушке какие-то небольшие акварельки делает. Вот у меня было такое ощущение, что после огромной вещи я должна написать что-то, какие-то короткие новеллы, небольшие, где бы просто звучал человеческий голос. Просто дать выговориться персонажу. Пока я не я написала действительно цикл рассказов «Медная шкатулка», хочу вам почитать что-то, но для того, чтобы это не шло одно за другим, потому что прозу трудно слушать одно за другим вещей, я хочу вам сказать следующее, вы можете писать мне записки. Здесь нет корзинки красной шапочки, куда обычно кладут, но я с удовольствием отвечаю, это часть встречи с моими читателями, я искренне всегда отвечаю на любые вопросы, но за исключением каких-то политических, я не очень люблю политику вообще, любую, любой страны, но на какие-то вопросы я отвечаю. Я, знаете, даже совершенно неискренне отвечаю на вопросы, например, почему вы употребляете в своих произведениях слова из неформального слоя русского языка, его называют по-разному, неформальный слой языка, ненормативная лексика и так далее, и так далее, и вы знаете, как правило, задают эти вопросы люди, которые сами всегда в быту, в момент эмоционального выплеска произносят эти слова, а я всегда думаю, что, знаете, вот это вот чувство, не дай Бог, там, не произнести, хотя, как вы понимаете, все поголовное население России все эти слова знает, я вспоминаю один случай, опять-таки, из седьмого класса своей незабвенной школы. Я была довольно плохая ученица, тем более, что, в общем, я училась в специальной музыкальной школе, но я всегда интересовалась миром животных и записалась даже в кружок, и мы там, значит, ну, в общем, как-то ухаживали за какими-то хомячками, за чилипашками, проводили какие-то опыты, и я допоздна засиживалась, там в кружке был совершенно замечательный, очень билая женщина, ведущая этого кружка и так далее, и так далее. Я часто опаздывала на первый урок, и вот как-то опоздала очередной раз, говорю, вы знаете, я просто, мы вчера, ну, занимались в кружке, значит, она говорит, принеси мне записку, класс руководителя, принеси мне записку от руководителя кружка, и там мне что-то написало, записки было написано, ученица седьмого класса Дина Р занята в ночных опытах поспали в ней. Наша классная руководительница прочла это, подняла на меня глаза, у нее как-то так сплынуло с лица все, и спросила меня, а мама твоя знает? И вот каждый раз, когда я слышу вот это вот, да, замечание и так далее, я сразу вспоминаю вот это вот ученица седьмого класса, Диночка, такая-то, занята, вот так, как человек воспринимает, она не подумала ни о чем другом, это, это написала руководительница кружка юных, так сказать, кого там, ленинцев, неважно, вот, и я всегда вспоминаю, еще я вспоминаю чудесную, чудесный случай, как известно, великий русский писатель Иван Алексеевич Гунин был великолепным знатоком и активным пользователем всего богатства слоя, вот этого слоя языка. Когда он получил Нобелевскую премию, он снял какой-то ресторанчик, ну, столик в ресторанчике для нескольких друзей, и, видно, такси приехало поздно, и они с женой сидели на заднем сидении и нервничали, что они опаздывают. Бунин нервничал и, по-видимому, выражал свое мнение, ну, может быть, не совсем конвенциональным образом. А в то время водителями в Париже, водителями такси, как правило, были русские офицеры, которые бежали от советской власти. И вот, представьте себе, значит, эта спина в кожаной куртке, незыблемая, и на заднем сидении Бунин, который употребляет. Наконец, они подъехали к кафе, повернулся этот водитель и сказал, ну, господин, хороший, я 15 лет на флоте прослужил, но такого я не слышал. На что Бунин ответил, а как вы полагали, милостивый государь, я почетный член Российской Академии Изящной Словесности. Это, к слову, о неформальной лексике. При том, что я обещала сегодня не произносить эти слова и не произнесу. Но еще одно воспоминание, еще одно воспоминание из этой области. Мой друг Аркаша, ленинградец, когда-то, сейчас он уже давно живет в другой стране, в другом городе, рассказал мне историю своей жизни. Он инженер по по ущербу зданий, по оценке вот и ремонту и так далее, и так далее. Работал в Ленфасаде, такая была организация, которая следила за тем, где, в какой квартире надо делать ремонт, в каком здании и так далее. Я так прикажу однажды на работу, и мне начальник говорит, Аркаша, езжай, Невский, 34, квартира 15, там, значит, старушка, такая-то фамилия, бабка, я вообще не знаю, как она живет, там у нее какие-то колоссальные разрушения. Давай, езжай, оцени ущерб, и мы будем делать ремонт. Он говорит, я сбегаю там на пятый этаж, нажимаю нужную фамилию, коммуналка огромная, открывает мне, он говорит, божий одуванчик, седина белейшая, подсиненная, воротничок кружевной, бельгийский кружева, старушка с раньше большего времени. То есть, он говорит, ну просто, я еще даже не знал, что в Питере такие существуют, остались. И она меня проводит, да, говорит, молодой человек, я так благодарна, я милостивый государь, я так благодарна, что вы пришли, я даже не надеялась, что вы так скоро отзоветесь, давайте, пойдемте, пойдемте, я вам покажу. Это просто какой-то ужас. И он говорит, я захожу, и я увидел просто страшную мужчину, чуть ли не вот Невский виден сквозь эту щель. Он говорит, и я не удержался, и воскликнул, там пару слов, это было, я, говорит, просто был потрясен, как она живет. И закрыл рот в ужасе, я понял, что на меня настрочат жалобу, что старушка меня спустит сейчас с лестницы. Она сказала, молодой человек, не умеете, не беритесь, вот как это должно звучать. и дальше он говорит, ты понимаешь, это была венецианская парча, это были брюссельские кружева, это был бархат, это было что-то невероятное по сложности. И она сказала, видите ли, молодой человек, мальчик мой, дело в том, что я автор-составитель четырехтомного словаря русского мата, который мне заказал университет Кембриджа. Вот, пожалуйста, посмотрите. Она меня, говорит, подвела к полке, там стояло в золотых обрезах четыре тома эти, и я был потрясен, сражен. Он говорит, ты представляешь, я, говорит, после этого полгода не мог произнести ничего на эту тему, потому что мне было стыдно за свою скудость. Это я вам говорю, что я отвечаю на любые вопросы. Пишите мне записки, там что мне? Коробочка там есть. Что это? А? Поднос? А, да-да-да-да-да. Вот это, значит, корзинка красной шапочки. Пишите мне смело вопросы. И мы решили, друзья мои, я просто вижу там вас ага, сильно. Кто-то пишет уже, да? Если кто-то уже написал, давайте мы поговорим, прежде чем я буду читать. Пожалуйста. А Иона Игена Виттере в своем канале расскажет поподробнее. Замечательный поэт. Да-да-да-да-да-да. Есть такой поэт прекрасный, был, к сожалению, он недавно умер, Иона Дегин. И вы знаете, я не помню наизусть это стихотворение, но Нефтушенко включил его в антологию лучшей поэзии, лучшей русской поэзии 20 века. Он написал это стихотворение, будучи мальчиком на войне, мальчиком 19-летним. Он был ранен, переранен. И вот это стихотворение написал, совершенно замечательное. И не плачь, ты не мальчик. То есть это посвящено убитому, умирающему товарищу, который вот убит на его глазах. И не плачь, ты не маленький. Та-та-та. Дай стянусь тебя в валенке, мне еще воевать предстоит. Вот это стихотворение. Это был совершенно замечательный человек. И мы встретились с ним на проводах посла России, очередного посла России в Израиле. Мы встретились и просто рядом напротив меня, я знала это стихотворение, я имею ввиду читала и знала про Иону Дегина давно. Надо сказать, что все считали, что автор погиб и никто не знал, что он жив. И ему он был врач, причем прекрасный врач. И он прожил до, по-моему, 92-х лет, если я не ошибаюсь. И вот сидит старичок такой бодрый напротив меня и мы там обмениваемся какими-то там мнениями, что-то такое. Он говорит, возьмите вот это, вот это очень вкусно, такая пикантная капуста, все это. И он говорит, да я знаю вас, вы Дина Рубина. Я говорю, ну похоже на то. Он говорит, я ваш поклонник, а вы, может быть, и меня знаете. Я говорю, ну в зависимости от того, как вы сейчас назоветесь. Он говорит, Ион Экдегин. Я говорю, господи, господи, я сказать не могла ничего, у меня просто язык, ну, просто отнялся. Вот, так, Ион Экдегин, замечательный поэт, прекрасный врач, увы, уже ушедший в мир иной. Но земля, понимаете, она становится красивее от таких людей. Еще, друзья, мои вопросы. Да, пожалуйста. Вы не раздаёте автографы. А у кого вы взяли автографы в последнее время? Спасибо. Вы знаете, спасибо. я что, потому что там задние ряды могут не услышать, я раздаю автографы. Спросил меня мой слушатель, у кого я в последнее время брала автографы. Вы знаете, я не беру автографы, автографы, потому что, ну, как-то, мои друзья, и мои друзья-писатели, мои коллеги, когда дарят книги, то, конечно, подписывают. Ну, конечно, в моей библиотеке есть много разных надписанных книг. А последнее по времени, я вам скажу, нет, это же не последнее, но так случилось, что с Василием Павловичем Аксеновым мы сидели, мы обедали у наших общих друзей в Израиле за неделю, буквально, до той страшной аварии, которая с ним произошла, после которой он уже не пришел в себя и скончался. И он был настолько очарователен, он так потрясающе рассказывал о своей собаке, я собачница, причем такая с большим опытом, большим стажем и огромным потенциалом. И только воля от моего железного бужа не дает мне завести штук 15 собак. Она у нас одна. Выяснилось, когда мы с ним говорили, что у нас одна и та же порода, керонтерьер, у него была собака по кличке Пушкин. Я бы даже сказала по имени Пушкин. И он, знаете, Василий Павлович, он говорил медленно, как-то так очень, очень весомо, таким голосом, знаете, у него был низкий голос. И он долго и подробно мне пересказывал, как он причесывает свою собаку. Он говорит, я говорю, Пушкин, давай-ка мы причешемся. он подставляет спину. Но я говорю, Пушкин, лапы, тоже человек. Он подставляет лапы. Я говорю, Пушкин, уши, тоже человек. Он подставляет уши. Он перечистил абсолютно все части тела собак. И я подумала, Боже, какое счастье. Вот сидят два писателя, друг друга, в общем-то, как-то не мучают по поводу литературы. Никто у них кого не спрашивает, не берет никакие автографы. Но он потом достал книгу, подписал мне. И как-то писатель в частной ситуации, в ситуации неформальной, это всегда отдельный человек. Еще какие-то вопросы? И тогда я почитаю что-то. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к организации своих работ? Вот обязательно на больную мозоль надо наступить. Я так и знаю. У меня нет ни одного зала, который бы не спросил, вот этот вот, не задал этот страшный вопрос. Вы понимаете, я уже где-то пошутила, что авторы книги надо убивать до премьеры фильма. До премьеры. Спасибо, дорогая. Я потом возьму обязательно. Понимаете, это другой совершенно вид искусства. Это другой вид искусства. Ну, вот, хорошо, там, если еще снимают сериал по роману, то можно как-то надеяться, что вот в течение каких-то серий они раскроют содержание. Ну, а вот фильм по синдрому Петрушки, по моему роману «Синдром Петрушки». Понимаете, и там же участвовал, там же играли Чулпан, Хаматова, там играл Женя Миронов, который, кстати, очень хорошо играет в фильме на Верхнемасловке с Алисой Броновной Фрэндлих по моей повести. Но там я сама писала сценарий, понимаете. А здесь сценарий писал другой человек, и, в общем, это кромешный ужас. Но у меня есть один фильм, который называется «Любка». По моему рассказу я тоже писала сама сценарий. И это уже ну, какой-то, хоть какое-то знак качества, потому что я бы просто не допустила, когда кромсаю по-живому. Так что вот так вот. Давайте мы оставим этот роман как-то существовать. Кстати, по поводу записок из зала. Знаете, я на самом деле очень ценю мнение читателей и всегда отвечаю на все записки из зала, на вопросы из зала. И, конечно, коллекционирую. Вот после «Белой голубки гордовы» мне пришла записка «Какая же вы сволочь, Дина Евгеньевична, зачем вы его убили?» И я понимаю, что это счастье, да? Ну, давайте я вам все-таки почитаю. Я вам все-таки почитаю. Вот я начала говорить о человеческом голосе. Я написала цикл который назывался «Медная шкатулка». И хотела бы из этого цикла прочесть рассказ «Медальон». Вы не устали еще? Нет. «Медальон». «Медальон». Вы знаете, по поводу любви моей человеческому голосу, вообще человеческой речи, я всегда предстаю к своим попутчикам в самолете, в автобусе, в поезде. Мне всегда интересно поговорить, мне интересно узнать судьбу, ну и так далее. И вот я помню, я как-то ехала по заданию издательства, опять не помню, в Курск или в Воронеж, и издательство считает, что мне надо взять там купе обязательно, все. Я говорю, ну не надо, дайте мне поговорить с попутчиками. Нет, интересно, у нас есть свое правило, значит, въезжайте. А тут я смотрю, полночь на перроне, какая-то старушка в этой платочке просит, сует там, я не знаю, какие-то три рубля проводницы и просит пустить ее, она даже не знала, что это вагоны свои и так далее. И та не пускает, я выскочила в тамбур и говорю, пустите ее, пустите, у меня есть место, пусть она доедет, куда ей нужно. И она зашла, эта старушка, и она зашла, куда-то она ехала, к своей сестре, ну и понятно, рассказала мне всю жизнь, какие дети нехорошие. И сын там пьет ужасно, и называет там ее маманей, чтобы вы сдохли, и дочка что-то такое говорит. В общем, какая-то такая беспросветная жизнь. Я ужасно расстроилась и говорю, ну что же они такие? И она, знаете, так платочек подвязала и говорит, антисемиды. Я подумала, боже, какое счастье. Вот если бы я, представляете, не позвала ее, я бы это не услышала. Ну вот, или я уже вчера рассказывала на выступлении, тоже в поезде, очень интересная встреча, но уже в Испании. Я ехала из Мадрида в Севилью, кажется, или из Севилья, не помню, в Толедо. И в моем купе сидела такая очень и очень старая пара крестьян. Муж и жена, такие, знаете, обветренные, страшные руки, прямо земляные, лица, иссеченные морщинами. Старые люди, но такие крепкие, крестьяне. Ну, я чуть-чуть по-испански, ну совсем чуть-чуть, там какие-то слова. Английский они не знали. Жесты. Они мне рассказали, рассказали, показали, что они крестьяне, у них ферма, они выращивают оливки. И, наконец, они меня спросили, откуда я. Я говорю, Израиль. Не знают, не понимают. Я говорю, Израиль, Израиль. Не знают такую страну. Я взяла салфеточку со стола, рисую. Вот тут Сирия, вот тут Ливан, вот тут Египет. А вот этот вот, вот эта сопля такая, это, это Израиль. Молчат. Проехали еще километров, я не знаю, там 30. Старуха так не смело глядя на мужа спрашивает, «Так где это?» И он ей говорит, в Африке. Я поняла, где я живу. Вот, понимаете? А вот так вот не встретишь. В общем, короче, вот этот вот цикл рассказов, «Медная шкатулка», я решила написать вот каждый рассказ от лица человека. И рассказ «Медальон» – это просто рассказ женщины, которой пришла журналистка поинтересоваться у ее знаменитой матери, которая же умерла. Называется «Медальон». О, это ж такая дальне заглядная мама родилась в 18-м году. Между прочим, отличная идея – давать в газете галерею судеб 20-го века. Получается настоящий портрет эпохи. Лично я считаю в этом деле, как в антиквариате. Любая, даже незамысловатая вещица через сто лет становится ценной. И жаль, что припоздали. Еще три года назад вы могли бы взять интервью лично у мамы. Она до последней минуты оставалась в ясной памяти. Но я попробую. Значит, представьте, 18-й год. Окраина рухнувшей империи. Владивосток. Власть гуляет от белых, красных, от банд этих разных, шаек, леек, зеленых, коричневых, тех вообще без счета. И дед мой, отец моей мамы, точно так же переходил от белых к красным обратно, а по пути еще заруливал каким-нибудь бандитом. Тот еще был деятель. Дома не показывался. Хорошо, если раз в месяц. И вот пришла пора моей бабушке рожать. Прихватила ее прямо на бульваре. А поскольку никто не подходил помочь, многие знали ее мужа и обходили роженницу за 100 метров, так она и загибалась форменным образом. Присела на скамейку, обхватила живот, и уж не встать, не двинуться никакой возможности. В эти именно минуты прорежала по бульвару Кавалькада во главе с любовницей Атамана Семенова. Вы когда-нибудь слышали? Читали о ней? Очень жаль. Это была фигура удивительная из тех, кого называют харизматической личностью. Впрочем, ее по-разному называли. Маша Цыганка, Мария Нахичеванская, Маша Хану. Красивая была. Экстравагантная. На собственном поезде разъезжала. В стягнях, драгоценностях японские журналисты называли ее королевой бриллиантов. Словом, истина Атаманша. Увидев душераздирающую сцену стремительных родов, Маша Цыганка остановилась, спешилась и велела своим бугаям отнести роженицу в ближайший дом. А хозяевам этого дома велела помочь женщине, пригрозив, что собственноручно спалит халабуду до последнего уголька, если те сей момент не сбегают за акушерами. И те, само собой, очень быстро побежали. Акушерка была привезена, за пролетку уплачена, и бабушка благополучно родила мою маму. А на другой день любовница Атамана Семенова приехала навестить спасенных ею мать и дитя. Нарекла девочку Марией в честь себя несравненной, сняла с шеи медальон и подарила крестнице. Сказала «На память и счастливую судьбу». Но поначалу судьба у малышки оказалась не очень счастливая. Через четыре года ее мать, моя бабушка, умерла от каких-то таинственных печеночных колик. Папаша и ранее вполне бесполезный. К тому времени вообще растаял в дымке морской. А девочку дальняя родня определила как это называлось тогда дом-сирот, детский приют, неважно, потому как пробыла она там недолго. Видимо, назначенная там Анши и счастливая судьба очнулась и принялась раздувать пары и устраивать случайные обстоятельства. Случайным обстоятельством оказалась командировка во Владивосток известного советского писателя, очень доброго и, между прочим, бездетного человека, который прилетел собирать материал для большого очерка об ударных портовых буднях советских дальневосточников. И все на том же Приморском бульваре, где московского гостя радушные портовики угощали пивом, а воспитательница прогуливала группу детей-сирот, к писателю подбежала маленькая девочка под скамейку, видите ли, где он сидел, закатился резиновый мячик, ее любимая игрушка. Скажите, после этого, что судьба не играет в фанты, еще как играет, а иначе чего бы известному советскому писателю всю ночь промаяться без сна в гостиничном номере, вспоминая бледное личико, и это по-взрослому вежливое спасибо, гражданин, когда он вручил девочке мяч. Так моя мама попала в семью известного писателя, автора нескольких книг, о которых сейчас мало кто вспоминает, а в те годы читали за боем. Собственно, семьи-то было он, дядя Рува, и его жена Ирина Марковна и Руся. У них моя мама и выросла в любви и уважении. К дяде Руве, вспоминала мама, часто приходили гости, и Руся хорошо готовила, и пекла божественно, так что застолья у нас не переводились. Гости это были Паустовский, Федин, Бабель. Я тогда не знала, что они не пожители. Для меня они были просто друзья дяди Рува. Разумеется, мама закончила одну из лучших московских школ, играла на фортепиано до старости, знаете ли, и очень бегла, знала четыре иностранных языка, как говорит одна моя приятельница, в девочку вложили целое состояние. Ну, состояние, это, конечно, метафора, но, да, я заметила, вы внимательно посматривайте вокруг, иногда люди восхищаются, иногда осуждают, кто-то однажды назвал нашу квартиру антикварной лавкой, но я привыкла жить среди красивых старинных вещей, я выросла среди них, видите ли, дядя Рува был большим ценителем и коллекционером разных диковин, и маму с детства пристрастил, говорил он, к восхищению, к любованию, красотой и мастерством, а позже, когда она стала дипломированным врачом, хирургом, да еще и женой дипломатом, она и сама любила бродить по лавочкам, развалам, всяким рынкам, с кубком, глаз у нее был, папа говорил, хирургически точно, из кучи хлама вдруг выудит мизинцем какую-нибудь старинную бутылочную пробку венецианского стекла за один франк, понимаете, ее муж, мой отец, был известным дипломатом, и в расцвете своей карьеры бывал послом и во Франции, и в Великобритании, и в Швеции, и в Америке, а по молодости лет им с мамой приходилось жить и в Монголии, и в Афганистане, и в Албании, и мама никогда не сидела, сложа руки, никогда не была супругой посла, всегда работала и по специальности много оперировала, порой в немыслимых условиях, да. Мама прожила блестящую жизнь, как в таких случаях пишут в некрологах и монографиях, «Жизнь, богатую событиями». Я вам, конечно, покажу все семейные альбомы, вам же нужно для статьи. Страны, города, конференции разные, сотни спасенных жизней и так далее. Не в этом дело, понимаете? Она объездила с моим отцом чуть не весь мир, была знакома со знаменитыми актерами, писателями, художниками, встречалась с президентами и премьер-министрами, обедала в королевских дворцах в компании чуть не всей европейской знати, дружила с Пикассо, Жаном Габеном, Симон и Синьоре. Невозможно все перечислить, а я представляю себе скамейку на бульваре и несчастную роженицу, которую прихватила прямо на людях, и еще представляю благодетельницу в роскошных мехах, добриллиантах и подарок новорожденной. Медальон, снятый прямо с лебединой шеи. Такую вот путевку в жизнь дала девочке Мария, любовница Атамана Семенова. Да, я вспомнила, ее называли еще Маша Шарабан. По известной кабацкой песне, которую лучше ее говорят, никто не исполнял. Да вы знаете, не затеяли вы такие куплеты. Ах, что ж ты, милая, да не приходишь, аль заморозить меня ты хочешь, продам я шалью, по родам сережки, куполю я милому, эх, да сапожки. Рай, 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 да, рай, 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 да. Ну и так далее. Забавно, правда. Между прочим, когда в 1920 году отец Серафим вез через счету тело казненной большевиками великой княгиней Елизаветы Федоровны, сестры последней императрицы, именно Маша Шарабан помогла ему и деньгами, и личным участием благополучно довести до конца скорбную миссию. Так что, благодаря ей останки Елизаветы Федоровны ныне покоятся в усыпальнице храма Марии Магдалины в Гефсимании, в Иерусалиме. Маша и сама присоединилась к этой миссии и в конце концов очутилась в Байруте, где и начала новую жизнь. Разумеется, не на пустом месте, а с некоторым количеством золотых слитков. Позже она вышла замуж за хана Георгия Нахичеванского, в который раз сменив имя на Марию Хану, родила ему двоих сыновей, короче, жила долгую, долгую жизнь, аж до 1974 года, и похоронена в Каире на кладбище греческого православного монастыря. А судьба медальона спросила вдруг гостья, которая так и не сделала в своем блокноте ни единой пометки, слушала, боясь прервать хозяйку. Так умолчала, поднялась и ушла в соседнюю комнату. Минуты через две вернулась. С руки ее свисал, покачиваясь на длинной цепочке небольшой медальон, обсыпанный мелкими бриллиантами. старое золото, неразборчивый вердель, изящная вещица, залог счастливой судьбы. Ах, шарабан мой, эх, шарабан мой, не будет денег, тебя продам я. ра-рай-рай-рай-рай-да, ра-рай-рай-рай-да, ах, шарабан мой, мой шарабан. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. И он садится, ему выдают какую-то там машину, и он садится в чужую машину, в незнакомую. Ему достаточно буквально 1-3 минуты, чтобы почувствовать габариты этой машины. А водители меня понимают. Почувствовать габариты. Я всегда понимаю сразу, каким габаритом будет новая вещь. Когда вы пишете, кто руководит вы героями, герой вами или кто-то третий, всеми вами, да, вы немножко экзотично воспринимаете этот весь процесс. Это каторжная работа. Но правда то, что герой с сильным характером, а меня не очень интересуют вялые, знаете, какие-то блеклые люди. Меня интересует всегда, и если я создаю героя, то это всегда очень яркая натура. Даже преступная, но яркая. Бывает так, что он диктует какой-то, знаете, согласно своему характеру, какой-то поворот сюжета. Это правда. Скоро выйдет в свет ваш новый роман из будущей трилогии. Первая книга трилогии Наполеона Фабос. Вот как раз эта первая книга и называется «Рябиновый клик», и сегодня уже стали отгружать тираж. То есть по-настоящему 19 сентября он поступит в продажу. Ой, вы мне пишите, просите рассказать немножко об этой работе. Три книги. Вы знаете, вот когда одного французского писателя, журналист попросил рассказать в двух-трех словах о своем новом романе, то он сказал, знаете, если бы я мог в двух-трех словах рассказать о своем романе, я не писала бы его три года. Это очень трудно. Очень трудно. Но, ну, ей-богу, если вы купите или скачаете, выходит одновременно электронный вариант. Выходит, я начитала уже эту книгу, уже можно скачать звучание. Если вы в машине, едете куда-то далеко, послушайте. Когда вы услышите первый роман, вы поймете, что это огромная вещь на целых три книги. И впереди очень длинная дорога. Это огромная любовь. Это невероятные какие-то вещи. Это начинается все чуть ли не... Ну, собственно, один из героев, предок моего главного героя, был адъютантом у принца Евгения де Богоруне и сопровождал знаменитый золотой обоз Наполеона, который шел по Боровской и Смоленской дороге к Вильню и который исчез. Ну, не буду рассказывать, а то неинтересно. А с кем из известных писателей вы дружите? Знаете, это абсолютно, как говорится, ну... Это вопрос такой суетный и очень благодарный, потому что писатели редко дружат с писателем. Писатель всегда на свете один для себя. И, конечно, у меня есть мои друзья, там, Игорь Миронович, Гуперман, там, Марина Москвина, там, Марина Бородицкая и, в общем, известные писатели тоже. И я с Люсей Уницкой приятельствую. Но это не та задушевная дружба, которая может позволить себе один человек той же профессии, со своими дикими амбициями, с другим человеком той же профессии, с теми же дикими амбициями. Это всегда ревность, это всегда очень пристальное внимание к успехам другого. Я честно вам отвечаю, да? Так, так, скажите, своему первому псу Кондрату вы посвящали рассказы, а сейчас от вашего четвероногого друга вы ничего не пишете, как это напишу? У меня есть книга «Окна», изданная совместно с мужем, то есть он писал картины, я писала 9 новелл, и там есть новелла о моем Шерлоке, которая называется «Любовь. Штука деликатная». Что вы? Конечно, если не стоит о ком писать, то не о людях. Так, спасибо. Я очень-очень люблю собак. Как вы работаете с редактором, выбираете нужного, как после редактуры изменяется текст или нет. Вы знаете, мне в жизни очень повезло. Во-первых, мои редактора немедленно становились моими друзьями. Вот кто становился другом. Вот тот роман, который сейчас выходит, первая книга, над второй я работаю и, надеюсь, завершу скоро, и третья книга еще впереди меня ждет, он в общем посвящен, я не пишу, что посвящен, но это моему покойному редактору Надежде Кузьминичной Холодовой, которая покинула меня внезапно. Это была страшная трагедия. Вот. Она была замечательным другом. Она никогда не лезла в текст. Она никогда не делала идиотских замечаний. Она никогда не делала вид, что она понимает литературу лучше, чем писатель, который настрогал этих табуреток за свои 45 лет литературной деятельности и понимает, как это делается. И когда Надежда Кузьминична меня покинула, она просто занималась другими вещами. Она занималась стратегией выпуска книг, какими-то интересными направлениями, каких-то серий и так далее. Когда она меня покинула, я очень-очень горевала. Вот сейчас я, у меня редактор Коля Аминова, тоже очень интеллигентный, очень милый человек в издательстве «Иксмо», и мы так дружим, и издательство «Иксмо» очень деликатно ко мне относится. Я считаю, что это единственная возможность сотрудничества, понимаете? Потому что, ну, писатель, который пишет 45 лет книги, ну какой там редактор, боже мой. Но единственное, что она может, например, сказать, знаете, Диночка, мы эту книгу опять в целлофане запечатаем, и вот этот значочек 18 плюс наклеим. Как, говорю я, как? Ну там ведь нет ни одного грубого слова. Ну, понимаете, говорит она, вот там вот все так откровенно. Ну, давайте наклеим, как бы неприятностей ни было. Я говорю, давайте. От всей души, да спасибо. Первая поездка, вот меня спрашивают, скажите, это ваша первая поездка на Кольский Север? Да, я вам сказала, для меня это невероятное открытие, для меня это такой подарок. И поначалу, когда я поняла, что Мурманск находится на Кольском полуострове, у меня с географией плоховато, муж сказал, ты совсем с ума сошла? Куда ты поедешь? Это Кольский полуостров. Я даже сказала, я об этом подумала, ну там же живут мои читатели. Должна поехать? Используете ли вы впечатление от поездки в своих произведениях? Я пока не знаю. Конечно, я все записываю. Конечно, все записываю. Возможно, одного из героев я ушлю куда-нибудь к вам в Мурманск или в Гончегорск. Город у вас замечательный. Спасибо. Наконец, последняя записка, это как раз очень хорошо, на конец нашего вечера. Что вы считаете самым удивительным в мире вокруг вас? Понимаете, с одной стороны, это простой вопрос, с другой стороны, очень сложный. Понимаете, ведь самое удивительное, что нам дано, это просто жизнь. Просто жизнь. Я, знаете, была вот только что в ТАСС, встречалась с Гусманом, заместителем генерального директора ТАСС, Михаилом Солововичем Гусманом. И он мне подарил книгу, которую он написал, издал о своих родителях. Но он, как вы понимаете, сам, там, примерно моего возраста, родители уже ушли. И книга издана изумительно, просто такая, знаете, плотная, серьезная, с фотографиями, ну, очень красивая. И я говорю, вы представляете, вот если бы они были живы, как бы им было приятно, что их сын занимает такую должность. Он говорит, вы знаете, да пусть бы, да пусть бы вообще бы, просто чтобы они были, просто чтобы они жили. Так вот, он говорит, я ничему так не завидую, никому так не завидую, как людям, у которых живы родители. Я вспоминаю, мы дружили с Андреем Дмитриевичем Дементьевым, который тоже недавно ушел. Все как-то уходят постепенно, почему-то никак мы не можем изобрести лекарства для бессмертия, да. Вот, и Андрей Дмитриевич, я помню, когда я впервые приехала в журнал «Юглес», я была совершенной соплячка, а он был роскошным, 44-х или 45-летним мужиком, роскошным, красавцем. И мы подружились как-то и встречались время от времени, когда я приезжала, и он был замглавного редактора, потом он был главным редактором журнала «Юглес», мы дружили. И я помню, когда ему исполнилось, мы отмечали его 50-летие, и он сказал, я счастливый человек, мне 50 лет, и у меня жили родители. Понимаете? Поэтому вот это, это бесценна в жизни. Бесценны наши дети, бесценны наши волнения о них, бесценна природа, среди которой мы живем, бесценна. Вот знаете, сегодня я впервые потрогала мох, настоящий мох, руками. Он оказывается твердый, хрусткий такой. А я думала почему-то, что мох – это что-то мягкое. И я даже взяла, отколупала, вот у меня в кармане куртки мох, ниже, такой светлый, белый, структурированный, ягель, да? Да, вот видите, вы знаете, а я должна была бы, если бы я его описывала, я бы полезла в интернет, смотрела бы описание, смотрела бы картинки и так далее. А вот это такое счастье, я дожила до своего черт знает какого юбилея. И вот, наконец, потрогала вот это вот чудо, это тоже чудо. Друзья мои, да, и озеро, мы были сегодня на озере. Друзья мои, вот то, что мы сегодня встретились, для меня это тоже чудо. Поэтому я благодарю вас и прощаюсь на сегодня с вами. Спасибо вам, что вы пришли на встречу. И я, конечно, подпишу вам то, что, так сказать, вы меня поднесете, подпишу с большим удовольствием. Спасибо, Иван Иванович, очень приятно. Дина Иванович, спасибо. Спасибо большое за прекрасное выступление. Дорогие Мочегорцы, Дина Иванович, то обращается глава города Мочегорска Дмитрий Геннадьевич Староев. Дорогие друзья, и здесь же не только Мочегорцы, здесь Киров, Капатиты, Полярные Зори, да? Алини Горст, я вас всех приветствую. И романтические, какие романтические. У Михаила Михайловича Живанецкого есть такая шутка, с тех пор, как умер Махат Маганди, так и поговорить резко. На самом деле, он, конечно, не прав, но такие встречи, как сегодня, это действительно большая редкость. Конечно, многие из вас, наверное, все читали ваши книги. Большое вам спасибо за ваше творчество, за сегодняшнюю такую искреннюю, азартную, яркую встречу. Я, пользуясь тем, что я вышел, я хочу еще попросить, может, вы споете там что-нибудь? Ну, кстати, сейчас я... Вы знаете, у меня вот в этом первом томе трилогии «Рябиновый клин» у меня мама мальчика ужасно любит блатные песни. И когда я записывала... Тоже? Да. И когда я записывала в студии, то, ну, там, понимаете, когда я помню там слова, туда-сюда, я вписала, потом думаю, черт возьми, это же я должна начитать, да? Это значит, я должна напеть. И там есть песня вот эта замечательная, «Черный ворот», вы помните? А крестись, мамаша, маленьким крестошком, помогают нам великие кресты. Может, сыну твоему, а может, дучке, отбивают срок казенные часы. А ну-ка, парень, подними повыше ворок, подними повыше ворок и держись. Черный ворон, черный ворон, черный ворон переехал в мою маленькую жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Гидрин Минишин, еще одно желание хотим пригласить сегодня на эту сцену. Это ветеран педагогического труда, учитель литературы, победитель городского конкурса, лидер чтения Ольга Игоревна Конованова. А, замечательно, что я сегодня не вытянула. А, мы так считали. Вы нам сегодня действительно подарили праздник. У каждого из сидящих в зале, и, наверное, у каждого Мальчегорска знакомство с вами началось по-своему. У кого-то с рассказом, у кого-то с романом. Вы знаете, тот, кто прочел первую вашу книгу, продолжит чтение, продолжает, спрашивает, ищет. Я долго думал над тем, почему. И, вы знаете, ответил на вопрос очень просто. В ваши книги погружаешься, и драматизм повествования, он не становится главным. становится главным вот та огромная панорама жизни, которая во многом, в силу того, что мы не так часто ездим, как вы, не так много знаем, как вы, несколько ограничивает наше представление о мире. Вы нам его даете. Во-вторых, потрясающий совершенно мастер, работающий с таким материалом, как слово. Для меня, как для Русаледа, это особенно важно. Я просто восхищаюсь, потому что сочетание с одной стороны философского логика, здесь же какой-то клоунады, очень глубокой такой психологической драмы в одной книге, и все служит только одному – представлению героя. И вот этот человек, мне кажется, не случайно представляется абсолютно свободным в ваших книгах. Наверное, образ Иерусалима, где три религии создают дом для человека мира, вот они позволяют человеку почувствовать себя дома, где бы он был. А если он дома, он свободен. Поэтому он и говорит, хоть аргон, хоть серьезным литеральным языком, хоть с какой-то иронией, хоть с высоким пафосом, но он свободен. А в своей свободе всегда немножко сталкивается с с моим молоком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтобы все еще, что сами справятся, вы имеете в виду чем сейчас. Вот я хочу листочке на ручку. Творите, пишите, радуйте, приезжайте. И помните, что у вас ключевости и подводников очень.